Дорогие соотечественники, мир меняется, и мир меняется на глазах. Самое удивительное, что первые толчки к изменению мира и, главное, к изменению мышления, мы пронаблюдали на выборах в Соединенных Штатах Америки. Потом волны нового мышления покатились дальше, достигли берегов Европы. И вот на данный момент они завершились выборами в Болгарии и выборами в Молдовы. И там, и там победило новое мышление, и там, и там победили левые подсоциалисты, и там, и там победило понимание того, что две системы Запада и Востока должны прекратить безумие к конфронтации, которое никуда не ведет, кроме разрухи и кроме опасности Третьей мировой войны. Сегодня мы пригласили в гости к нам Александра Астахурского. Он уже был гостем нашей авторской программы «Позиция». Александр интересен тем, что у него большой жизненный опыт, начиная от службы в рядах Советской Армии. Он бывал за рубежами нашей страны и не раз. Это человек, который понимает то, что происходит не только у нас в стране и за рубежами, потому что Молдову нельзя вырвать из мирового контекста. Мы, я много раз говорил об этом, мы не являемся страной-аутсайдером, какой-то зачуханной провинцией отсталой Европы. Все процессы происходят у нас очень быстро, гораздо быстрее, чем даже в соседней Украине и других странах. Поэтому нам есть чему учиться, и нам есть чем поделиться с нашим миром. И прежде всего нам есть чему учиться самим. Александр, жму тебе руку, рад тебя здесь видеть. Что можно сказать об этом? Мы много раз говорили о том, что профессор Преображенский сказал, что разруха начинается сначала в умах, в головах. Поумнело немножко человечество? Есть признаки, что какое-то все-таки новое мышление. Потому что судя по реакции Брюсселя и судя по реакции вот этих политиков, по кем уже колокольчик звенит, потому что мы видим, что и в самой Европе меняются взгляды на саму Европу, не говоря уже на остальной мир. И вот эта реакция высмеивали Трампа, считали его каким-то клоуном, каким-то там недалеким, чуть ли не политическим аферистом. А ведь вон как оно оказалось. Оказалось, что во многом этот человек, бизнесмен, реалист до мозга костей, уловил чего-то, чего не уловил политический класс, и особенно истеблишмент, который куда-то ушел в облака, деньги перестали крутить маховики экономики, и как бы мир дал понять элитам, ребята, возвращайтесь на Землю, потому что иначе на Земле будет плохо. Вы хотите, чтобы мы поговорили про Штаты? Нет, я не хочу про Штаты. Я просто отметил ситуацию в Штатах, что это было, ну скажем, неким, как ни странно, запуском какого-то процесса. Кстати, насчет цветных революций. Значит, все время вот эти идеи Шарпа, троцкизма. Удивительное дело, финансовый, так сказать, истеблишмент взял на вооружение троцкизское учение вот в перманентных революциях. И вот мы видим, эти перманентные революции обогнули земной шарик, и вот в Портленде, в Окленде мы увидели недовольных, и бумерангом как бы ударили. Для меня вот это, что я говорю, если уже до Штатов дошло, так о чем говорить и для остального мира. Знаете, сейчас ходит такая в интернете шутка, что в Соединенных Штатах Америки не может быть революции, потому что там нет американского посольства. Блестящее. Ну, на самом деле, я на это, честно говоря, особенно в последнее время стараюсь смотреть просто философски. Значит, все меняется, да, там есть разные теории по поводу мир меняется по спирали, либо одна система меняет другую, но в любом случае понятно, что если мы говорим сейчас не только об Америке, проводим параллели, например, на ту же Европу, Европейский Союз, что... И на нас грязные. И на нас. Что, значит, когда одни властители не справляются, значит, они теряют свои позиции, на смену не могут прийти другие. Потому что, в принципе, классика, что власть, она развращает, абсолютная власть, она развращает абсолютно, да. То есть, для меня, например, вот если говорить об выборах в США, то для меня это, в первую очередь, ну, как бы так непафосно звучал, урок демократии в плане на том, что американская система, я, например, ко многим вещам в Соединенных Штатах, к геополитике, их отношусь, как говорится, скептицизмами и много негативных моментов, безусловно, как и, наверное, многие, да, в мире люди. Но то, что Соединенные Штаты реально показали, что у них система выдержала, система именно устояла, да, потому что, вы посмотрите, такой механизм, люди у власти сколько лет находились. Хиллари Клинтон 13 лет была во власти, если я не ошибаюсь. При этом 80% масс-медиа были против Трампа. Это просто была жесточайшая борьба. Один человек, не политик, не имеющий за собой... Против системы. Да, против системы, да. Это как бы феноменально в плане того, еще том, что в ходе предвыборной вот этой гонки ФБР значит, выдавало информацию на бывшего госсекретаря США и, в принципе, если бы значит, Хиллари Клинтон выиграла, то многие аналитики говорили, что все бы руководство значит, ФБР полетело бы значит, со своих постов, потому что они все-таки показали, что система это то, чему, на мой взгляд, необходимо учиться, выдерживает не авторитарную власть одного лица либо группы лиц, а вот она старается действовать в рамках закона. И здесь в данном... Как единый организм. Да, то есть... Единый? Почему? Потому что когда голова в лес под рова ручки в другую сторону, то, конечно, жди беды. Вот. Но по поводу сейчас много информации, сейчас, как говорится, вот эмоции уходят, много различной информации. Я тоже мне этот феномен, так если можно назвать, Трампа интересен, и про него много информации выдают. И я, в принципе, склоняюсь к той точке зрения, что Трамп очень четко понял не с точки зрения как шоумен, да, то есть его многие восприятия, судя по тому, вот если посмотреть его старые речи, там вот в интернете есть переводы его выступлений на таких вот, ну, будем говорить, нишевых телеканалах, еще пяти, десятилетней давности он тогда уже предполагал, что будет Усама бен Ладен, он говорит, что он предупреждал об этом правительстве, он говорил, что исламский радикализм поднимает голову, что очень много проблем, что мы лезем, как Соединенные Штаты, он говорил, не в те области, куда нам не надо, мы лезем на территорию других стран, в частности, например, на территорию интересов обороноспособности Российской Федерации, говорит, или на Ближний Восток, то есть он об этом говорил, говорит, это проблемы, они накапливались, вот в результате он как бы и выиграл, с одной стороны, с другой стороны, он, его поддержали именно благодаря его месседжам о внутренней политике Соединенных Штатов, так называемый ржавый пояс в Америке называют, это те Штаты, которые раньше имели люди, имели работу, работало производство, трагедия Детройта, совершенно верно, это мертвый город, значит, он сказал сейчас, что, значит, необходимо возрождать свою промышленность, в принципе, это логика абсолютно, потому что все западное производство, мы говорим сейчас, время постиндустрии, все западное производство находится в Китае, в Индии, во Вьетнаме, и в других странах, а здесь, значит, люди занимаются только сервисной индустрией, значит, IT-сектором и просто времяпровождением, вы посмотрите, там, значит, хлеба, из религии, да, совершенно верно, классика, вот в этом плане, кажется, мир не меняется, мир не меняется в этом плане, поэтому больше, мне кажется, вопрос, что будет дальше, потому что упадок одних не означает еще победу других, и подъем других, да, то есть, надо понимать, что, ну, мир на сегодняшний день не делится вот на капиталистический и социалистический, потому что Китай-то что, например, вот мы возьмем, помнишь, как ты бывал в Китае, я работал там, помнишь, это странная фраза, социализм с китайской спецификой, с человеческим лицом, с членами Политбюро, миллионерами, мне подарили золотой значок, Мао Цзэдуна, это, ну, как бы признак, и я удивился, я говорю, как-то Мао Цзэдун как бы был крестьянский вождь, начинал с этого, потом, значит, кумниет, они говорят, а что, говорит, буржуазии, они имели в виду бизнесменов, менеджеров, это такая же составная китайского народа, и, значит, должна, раз партия представляет народ, присутствует там, с китайцами поспорить трудно. Ну, безусловно, опыт у них большой. А вот, так вот, если говорить, значит, вот этой вот самой системе, значит, Китай, это что? Это капиталистическое государство, или это социалистическая модель? То есть, это уже такой конгломерат, там есть частная собственность, так как у нас, например, партия коммунистов была у власти, это абсолютно понятно, что по классике, значит, такого быть не может, да, то есть, потому что присутствие частной собственности и все другие, как говорится, значит, соответствующие элементы, они присутствуют. Или помнишь, спрячь крестик, или что там. Да, 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 вот, поэтому мир, вот, но существует, самая главная, на мой взгляд, проблема для всего современного человечества, одна из самых больших, что технологии достигли такого уровня, не только технологии, там, интернет, мы можем сейчас, не знаю, все что угодно, да, там, заказать с помощью интернета, используя, доработатизация, да, там уже поезда, самолеты уже, значит, управляются. То есть, людям как бы вообще человечество становится не нужно. Я о другом, и о том, что современные технологии политические, они достигли такого совершенства, что человек, простой обыватель, когда влияют на его мнение, справиться с этим фактически имеют огромные права. И все-таки чудо случилось, все социологи, политологи, маркетологи, манипуляторы, поскользнулись на мозгу простого человечка, что-то они там не поняли. Ну, просто люди, видите, чем больше система давит, чем больше она негатива на кого-то, там пошел, говорится, отрицательный эффект. Ну, опять же, я хочу, если резюмировать по этому вопросу, то, что будет дальше? Самый большой вопрос. Вопрос о будущем. Да, да, и вопрос о будущем. То есть, можно смеяться, можно плакать по поводу того, что Трамп стал президентом, но Америка это великая держава, ее влияние в мире огромное. Несомненно. Значит, мы все знаем, значит, о всесиле, значит, бумажки под названием доллар. Как будет это все разворачиваться, насколько у него будет создана команда грамотных специалистов, как, значит, Америка будет вести свою геополитику, потому что, в принципе, это крах еще и геополитический, потому что вот эти войны, Экономика стран Брикс упорно, упорно подходит под половину мировой. Уже где-то 40. Ну, я к тому, что именно вот политика американская, будет ли меняться вот именно геополитика по поводу того, что пытаться другим помочь строить демократии, пытаться это строить с помощью своих различных агентов влияния, с помощью военной поддержки, с помощью, значит, различных экспертов, разных, неправительственных и других там фондов и организаций, как вот с этим будет. Ну, кажется, что, конечно, это не поменяется радикально, на мой взгляд. Как будет уже, ну, жизнь пока же тут тяжело говорить. Но человеку все тяжелее и тяжелее в этом мире жить, мне кажется. А теперь, посмотри, Саша, ты, на мой взгляд, очень здорово завершил всю эту, так сказать, ну, такую аналитическую, в хорошем смысле. Я не люблю слово аналитика и терпеть не могу аналитиков, потому что, помнишь, как говорят, коммунизм погубили коммунисты, капитализм погубили капиталисты, а аналитику губят аналитики. Ну, что это живые люди, аналисты, аналисты, да, слово какое-то, батенька. Так вот, вот эта концовка-то твоя, что простому человечку жить в этом мире трудней и трудней. И вот, если посмотреть с точки зрения вот этого простого трудяги, простого бедолаги, вот простого, одни его презрительно называют лузером, ну, конечно, тот, кто может на Гелендвагене по мазке вымахать, там, где ему вздумается, он смотрит с презрением на эту массу копошачую. У нас тоже таких немало. так вот, я говорю, дурной пример заразителен, я что-то не слышал, что по Парижу, это явно не из Европы пришло, как-то по Парижу не очень не слушал, чтобы вот так, там оштрафуют, арестуют и мало не покажется. Но вот это, вот это психология малого простого человека, который, ну, давай посмотрим, средний класс, да, вот, на чем выехал тот же Трамп. Он понял, что вот это Америка, в которой, скажем, ну, давай возьмем даже в мировом масштабе, Америка часть, и так по ней очень хорошо видно, что в мире происходит. В мировом масштабе. еще недавно Форбс объявил статистика, упрямая вещь, шестьдесят, хотя говорят, есть ложь наглая, ложь и статистика, но в данном случае, это данные железные, шестьдесят пять миллиардеров земли владеют активами, имуществом, деньгами, как хочешь, назови, эквивалентом, какими-то благами, которыми владеет половина человечества. О чем это говорит? Это говорит, что вот эта диссоциация на слишком богатых и на слишком бедных, буквально аутсайдеров, без работы, без многого чего, это говорит, что вот этот средний класс, все теории, на чем были построены демократии, свободы, что средний класс, это есть основа, база, основа государства. И вот, Трамп почувствовал, что вот этот средний класс, вот эти рабочие Америки, инженеры, это люди, которые создают вот все эти. Простой вопрос, когда ты последний раз видел американский телевизор, Марку? А ведь Зворыкин русский по происхождению, телевидение-то изобретено, все там, все оттуда пошло. И вот, вот эти парадоксы, что получается, что дал понять Трамп, у них два типа элит. Одна элита финансовая, которая обогащается, играет в свои игры, а другая все-таки элита, это элита промышленная, она никуда не исчезла. Извини меня, все равно надо обеспечивать жизнедеятельность, и реальная живая экономика, она любой стране, и для армии, и для чего угодно, она нужна. И вот, что получилось, вот это две элиты наконец столкнулись друг с другом. И вот эти промышленные элиты послали сигнал финансовым. Говорят, ребята, вы хотите в мире везде свои стандарты игры насаживать, вы везде хотите обогащаться, а вашу задницу прикрывать авианосцами, производством того и сего обеспечения армии, вы возлагаете на нас. Вот этот конфликт элит, из которых от ней заигрались, думали, что вечно так можно, те им постучали, сказали, ребята, еще раз, вы хотите зарабатывать, переводить производство в Китай, в другие страны, куда угодно, а задницу вашу защищать должны мы, в том числе американский народ. И вот Трамп уловил вот эту тенденцию. И естественно, что он является портовочей, представителем не только вот этих масс Детройт, вот то, что мы говорили о разрушении, масс рабочих, инженеров, вот эта самая та Америка, которая создала эту Америку. А что делают финансисты? А вот они посмотрели там в Нью-Йорке и в других местах, иммигранты и так далее, те, кто живут на пособии. Ну, что придумали финансисты? Проще этим ребятам отстегнуть там чуть-чуть пособий, каких-то хлеба и зрелищ, и хай они за нас Люмпин голосуют. Эти ребята поставили вопрос по-другому. Те, кто своим трудом и головой создали вот эту Америку, эту мощь, пора обратиться власть придержащим внимание вот на этих людей. И мы видим и во всем мире это происходит. Возьмем нашу Молдову, возьмем Болгарию. Вот я проезжал по Болгарии, значит, то же самое, разрушенное, как и в Румынии, как у нас. Промышленность разрушена, сельское хозяйство разрушено, по селам мало людей, мало всего. И тогда люди спрашивают, подождите, деньги, понятно, деньги, большая вещь, но деньги это средства, это инструмент поддержания экономики, поддержания рабочих мест, поддержания всего. И мне кажется, вот победа Додона, социалиста в Молдове и болгарина, социалиста, вот этого генерала авиации, значит, и посмотри, сразу как стали совпадать две вещи. Первое, обратись лицом к потребностям людей, к экономике страны, потому что без этого это не страна, это разбегающее сообщество, да, с умирающими соселами и так далее. И тут же это изменило балансировку между Востоком и Западом. Не надо пугать России, как пугают каким-то там монстром, каким-то ужастиком и так далее. Потому что и болгарин, причем военный человек, что он сказал, надо строить отношения и с Западом, и с Востоком. Вот что ты на этот счет, Саша, можешь сказать? А ведь тенденция проглядывается хорошо. Трамп, кстати, о том же говорил. Тенденция проглядывается, безусловно, но, знаете, я вспомнил, сейчас вот вы говорили, выражение было, не помню, кто-то из американских политологов сказал, что власть как памперсы надо чаще менять. То есть... Вопрос, какие памперсы на какие? Да, да, значит, мне кажется, мы слишком перегрузим отчетесь зрителей этими вопросами. Я всегда говорил, дорогие мои телезрители, профессор Преображенский не зря говорил, все беды, все разрухи начинаются с головок. Давайте все вместе, потихонечку, будем учиться мыслить, будем мыслить правильно, чтобы не делать ошибок, чтобы принимать правильные решения. Потому что Франциско Гоя еще 200 чем-то лет тому назад сказал, сон разума рождает чудовищ. Поэтому пусть наши телезрители, вот, ты человек мудрый, бывалый, говори, Мудрые, большие эпитеты. Я, знаете, сейчас вот, что вам хочу сказать, вообще перейти в область биологии. Давай. Вот, ученые проводили, я вот не помню, в каком университете западном, ученые проводили эксперимент на крысах. Значит, одни крысы были, вот, они были, находились в очень комфортных, льготных условиях. Их вовремя кормили, поили, значит, свет включали в определенное время, то есть, вот, все, как говорится, создали им условия в жизни. Максимум комфорта. Шерсть у них была гладкая, значит, веси они росли. Рожи лоснились. Да, рожи лоснились, розовые были, значит, плодились, все было у них замечательно. Потом они начали их включать в некоторые раздражители, да, то есть, еду давали с перебоями, значит, свет выключали, то холод, то тепло, значит, это все проверяли на очень вот этих вот рефлекторных, значит, на уровне, да, рефлексов. Значит, они стали раздражительны, они перестали понимать, что происходит. Допросят мне такое сравнение, человек в этом плане не сильно отличается, да. Значит, когда люди живут в стабильных условиях. Кстати, крысы социальные животные. Совершенно верно, да, они выстраивают у них тоже свою, значит, систему иерархии, да. Значит, когда людям комфортно и все хорошо, когда у них стабильно есть, значит, там, как Райкин говорил, 5-го и 20-го, я знаю, кого и сколько, да, там, аванс, зарплата, значит, человек живет, каждый день, значит, паровозный гудок, он идет на завод, это все стабильность, есть определенная. Когда эти условия меняются, это большая проблема. Наша, если говорить о нашей стране, последние 25 лет, у нас все перевернулось вверх, дном, люди находятся в огромном разочаровании, сначала мы бросились, значит, в объятия Запада с любовью, думая, что вот все, что было прошлое, это плохо, значит, их системные ценности, значит, образование, все. Потом начали потихоньку, это нормальный процесс, начали, как говорится, трезветь, с одной стороны. с другой стороны, есть такие простые вещи, которые, мне кажется, многие не могут понять. Ну, невозможно, вот допустим, третикласснику перейти, там, я не знаю, на пятый курс университета. Скачок невозможно. Невозможно. Необходимо этот процесс пройти. Если мы посмотрим на те же, вот, о которых мы сегодня упоминаем, Соединенные Штаты, еще сто лет назад, или там, в начале, там, Чикаго 20-х годов, да, как модно на СССР показывает. Значит, сплошная коррупция во всех органах власти, полиция, значит, во времена сухого закона, вообще там, ужас, что творилось, значит, об этом можно посмотреть огромное количество фильмов. Беззаконный беспредел. Да, да, значит, это все было, в огромных, значит, количествах, масштабах, значит. Потом система начала сама себя очищать, потому что общество стало, вот эти вот памперсы в виде власти менять. Оно, значит, поняло, что необходимо развиваться. Система ценностей. Шаг право, шаг влево, наказание, значит, это нельзя делать, то нельзя, то есть выстраивалась определенная модель. То есть игра стала возвращаться до правилов. Да, на, это самое, на зебре, пешехода надо пропускать, а не так, как у нас. Иногда непонятно, тебя пропустят или собьют, это как рулетка такая. При этом водитель еще тебя обматерит, а когда это переходит пенсионеры, это вообще социальный достаток у людей на нуле. Поговорит любой из нас с простым смертным, но ужас, я недавно разговаривал с одной женщиной, у нее, у брата инвалидность, и он должен эту инвалидность подтверждать каждый. Это инвалид, больной человек. У него одна нога короче другой, на большое расстояние. И вздевательство. Ему сделали специальный, говорит, каблук. И он пришел на вот эту вот комиссию, а ему говорят, так вы же нормальный. И сняли с человека инвалидность. О чем мы говорим? Свинство. О каком обществе? Эта инвалидность там составляет, по-моему, в эквиваленте 30 или 35 долларов. То есть у нас общество на самом деле деградировало морально. У нас, знаете, как вот, я не помню, по-моему, это сказал, кто же это сказал? По-моему, Марк Твен. Он говорит, что при управлении государством главное соблюдать формальности. А морали можно и подзабыть. Он имел в виду, что соблюдение процедуры уже само по себе есть мораль. Да, то есть безморальной этической части это не возможно. Вот понятие долга, понятие без этого. Вот. Меня, например, это больше беспокоит. По поводу экономики, ну, мы живем в глобальном мире и прекрасно понимаем, вы там назвали целый список товарищей из Форбса. Кстати, вот я вспомнил такой анекдот под темой Форбса. Кстати, рассказывал очень богатый человек когда-то, так, было такое небольшое знакомство. Он говорил, если вы проснулись утром, открыли журнал Форбс, последний номер, и нашли там свою фамилию, ну, что ж, одевайтесь и идите на работу. То есть, понимаете, то есть... Типа все остальные лузеры. Понятно. Понятно, жестоко. Идите работать. Ну, я думаю, что те люди, которые в Форбсе находятся, у них тоже достаточно, как говорится, головной боли с точки зрения своего производства, бизнеса. Это отдельно. проблема безопасности вырастает до гигантских размеров. Ну, я думаю, и проблема ответственности. Смотри, когда у тебя в кармане три лея, значит, то их потеря там при ограблении не бог. А когда у тебя в кубышке гораздо больше, просыпаешься, помнишь по ночам, темна украинская ночь, но стало, надо перепрятать. Я думаю, что они уже не знают, сколько у них денег, это другая проблема. На мой взгляд, самая большая проблема в том, что глобализация мира дает возможность одним, так сказать, финансовым машинам, институтам, влиять на других. Деньги решают все вопросы. Вспомните начало 90-х. И обрати внимание, забывается самое главное, то, о чем еще древние предупреждали, что деньги из инструмента нельзя превращать в самоцель. Вот это вечное забывание. Я не верю. Я вам честно скажу. Давай психологию берем. Потому что психология отсюда все. Ты совершенно прав. Я тут с тобой подписываюсь, как говорится. Посмотри внимательно на психологию человека. Я разговаривал однажды, не хочу называть его имя, безумно богатым человеком. Человека такого уровня богатства боюсь, что ни у нас, ни в Молдове нету. Когда был в Соединенных Штатах, еще в 93-м году госдепартамент пригласил, мы по университетам США, мы в Конгрессе встречали. Очень серьезная была поездка, я о многом задумался тогда. Вот. Так он мне сказал, это было на юге США, это был штат Аризона, это известный штат, это штат особый. Вот. И я вот там поговорил с одним таким человеком. Он говорит, я начинал в Нью-Йорке, а оказался значит, в Скоттсдейле, совсем другое, нью-йоркский парнишка. Мне очень нравились ковбойские фильмы. И я, говорит, помешан был на на знаменитом Уэйне, Джон Уэйн, Чао Бамби Насари, помню, что песню. И вот он говорит, я устремился. И он стал вот просто невероятно богатым, влиятельным человеком. Вот. Что-то напоминающее Трампа. Так вот, он мне сказал удивительную вещь. Когда я был нищим нью-йоркским парнем, говорит, для меня деньги были всем. Я должен был выжить. Я должен быть выучиться. Я должен быть одно, другое, третье. Когда у меня появилось много денег, я стал думать об их приумножении. Но, говорит, когда у меня стало очень много денег, я вдруг, говорит, задумался, а зачем я на свете живу. И тут, говорит, я вам молодой человек, мне тогда 93-й год, это было у Эвана сколько лет тому назад, мне где-то в районе 40-й с чем-то было, он говорит, я вам дам, а он уже был такой беленый, мудрый, старец такой, он говорит, совет вам, молодой человек, научитесь сидеть в седле, только это делает человека человеком и мужчину мужчиной. Я говорю, что вы имеете в виду? Он говорит, у нас каждый год соревнования вот эти ранчера приходят там на диких, надо на диком бычке усидеть там сколько-то времени, на сумасшедшем мустанге необъезженном, и там на секунду идет счет, кто больше отсидел, высидел, тот, так сказать, победил. И он говорит, когда я столкнулся с этим, я понял, говорит одно, когда ты имеешь дело с клячей, на кляче можешь сидеть как хочешь, но когда ты имеешь дело вот с этой, с дикой природой, с этим обществом, где все время удары отовсюду супятся, где это не для прогулок место, это на самом деле не что дикое, дикий замок, как раз это все. И он говорит, я понял одно, в седле надо сидеть достойно, что значит достойно, держась только вот за лук у седла, ноги в сторону, рука вверх, тело вертикально, и только это, самое неустойчивое положение является в этих условиях, самым устойчивым. Не напоминай тебе о китайских единоборствах и вот эту философию, что для того, чтобы быть людьми и человеком, надо понять вот то, что этот бедный нью-йоркский парнишка, который вот стал, кем он стал, вот сказал, помнишь фразу, переход количества качеств, когда у меня не было, я считал каждый цен, говорит, у меня было одно отношение к деньгам, когда я достиг другого, меня было приумножить, и когда я достиг куда, я, говорит, задумался, а в чем смысл жизни, как ее надо проживать, и вот этот человек на самом деле, у него целая куча проектов, он поднимает молодых ребят, поднимает в том плане, чтобы малый и средний бизнес просветал, в самых различных, в технологических, не технологических, удивительный человек, и это заставляет задуматься, он прошел, это не из богатой, или из бедной, он прошел все стадии, снизу доверху, вот, что можно нашей молодежи сказать, вот, мы, иллюзия, вот смотри, Майя Санду, я почему возвращаюсь, что такое Майя Санду, Майя Санду, это, ну скажем, легенда о Золушке, да, это, не торопись, в глазах многих, я говорил с людьми, с женщинами, с девчонками, молодыми, я же, общаемся, как преп, как преп, профессора бывшие не бывают, общаюсь все время с этой средой, значит, что вот какой-то мышонок, какая-то серенькая, так сказать, и вот она поднялась, и вот она стала, не торопись, я тебе говорю, что они думают, не то, что ты думаешь, или то, что я думаю, я говорю о том, что думают, они, и вот у них воображение, значит, вот она поднялась, и вот она из Золушки стала принцессой, и вот засияла, о чем это говорит, это говорит о том, что в головах людей мифы, иллюзии, они неуничтожимы, они вот в них сидят, и очень трудно разуму задать вопросы, а как же эта скромная девушка, которая стала принцессой, откуда она вдруг возникла, почему эта девушка реально голосовала за то, чего хотел от нее Филат, что она была простой исполнительницей, чужой волей, и она продолжает ею быть, и надеется на таких, понимаете, она сколько проголосовала, это не только, что накачали денег, и рекламу, и так далее, что-то отозвалось в сердцах тех, кто за нее голосовал, конечно, тут и лжи, и пропаганды, и тут всего, чего угодно навертелось, но, видимо, в основе этого образа жила определенная иллюзия, и человек, обжигаясь, в который раз в иллюзии, помнишь нам иллюзия, то сияющий дом на горе Европы, то до этого ваучеры, помнишь, были, потом еще какие-то, вот как ты думаешь, что сделать, чтобы наши люди перестали жить иллюзиями, чтобы не кричать потом гимпу, что ты Иуда, что же вы по три раза за него, за его племеша голосовали, вот чего бы ты порекомендовал, Александр, с твоим опытом, с твоим пониманием в жизни. Я такой же, как и мы все смертные, как говорится, так же этому всему возмущаюсь, но стараюсь относиться к этому более философски, безусловно, как там, кто Черчин говорил, что романтики это вот как раз молодые, а дальше уже консерваторы. передачи, да, вот постарайся в течение двух-трех минут вот обратись к нашей молодежи, к нашим людям, к нашим всем, вот что бы ты им сказал, вот от сердца к сердцу, от ума к уму, вот они тебя слушают сейчас. Старайтесь включать мозги свои, для этого необходимо развивать свой кругозор, и в первую очередь надо понимать, что если мы говорим о уважении чужого мнения, значит, если мы говорим о, значит, демократических ценностях, да, о том, что мы по каким-то правилам жизни хотим жить, то мы должны эти правила жизни, как говорится, уважать, да, то есть, если кто-то, значит, с моим мнением не согласен, это один вопрос, но это не дает права, значит, оскорбления, вот меня больше всего поразило, что у нас опять люди выходят сейчас с лозунгами про, как там, даже сейчас молодежная организация появилась, там, значит, как-то тоже опять, значит, честность, справедливость и Родина, при этом флаги, на которых вырезан герб Республики Молдова, вырван просто. То есть, о какой Родине можно говорить? Вы дырку вместо Родины сделали? Да, за это, на самом деле, необходимо, говорится, привлекать к административной и, возможно, даже уголовной ответственности, но, единственное, могу сказать, что мир, театр, и люди в нем актеры, и тот, кто этот театр данный организовал, они добились полностью своих целей, потому что те, кто организовал вот эту всю предвыборную историю и продолжают дальше, большие молодцы, в кавычках, я говорю, потому что они как раз этот народ знают гораздо лучше, чем он себя, и знают вот эти вот все потайные... Еще раз, эти проходимцы знают народ лучше, чем народ знает себя, к сожалению, должен с тобой согласиться, иначе бы успеха они не имели. Нет, не успех, все технологии, опять же говорю, технологии, людям вбивают в мозги, современная система так устроена, что человеку очень тяжело разобраться, где правда, где ложь, потому что настолько это тонком уровне, что иногда просто, знаете, как это, Черчилль говорил, что пока, значит, правда надевает штаны, ложь уже полмира обойдет. Да, есть знаменитые. Да, да, то есть технологии, и настолько не правы те другие, единственное, чего я бы, например, желал бы, чтобы люди просто не проявляли агрессии, потому что агрессия, она порождает только агрессию, а на агрессии каждый поймет, ну, согласен, эмоции мешают думать, именно на это рассчитано, эмоции мешают думать, и в принципе не будет счастья в той стране, если, значит, один попирает права другого, то есть ненормально, то есть, к сожалению, у нас мир разделен именно по геополитическому и какому-то ментальному вектору, на самом деле те люди, кто это делают, они делают это преднамеренно, например, нет попыток, чтобы люди все были вместе. Я вот хочу два слова сказать, Ли Куан Ю, знаменитый, да, это премьер-министр Сингапура, да, Сингапура, да. Он революцию сделал в умах. Знаете, какую он интересную вещь сделал? Он, в своих мемуарах он писал вот о чем, у них там 4 или 5 национальностей, он принял закон, по которому в каждый дом селится пропорционально не более 20% индусов, не более 20%, не более 20%, чтобы не было пучкования. Чтобы не было вот этих анклавов. Вот как в Лондоне там целая морала кистанцев. Совершенно верно. Люди вынуждены между собой общаться, потому что когда ты общаешься с соседом, у которого также дети, ты видишь, что это не человек с рогами, с копытами или хвостом. Он такой же, как ты. Он такой же, как ты, у него такие же проблемы, у него дети, дети между собой общаются, в этом нет проблем. Сейчас нету проблемы между русскоязычными и румыной или молодоязычными, потому что дети с первого класса в школе изучают, в русских школах изучают румынский язык. Это не проблема. Проблема только для тех, кто желает, чтобы мы постоянно находились в конфликте, потому что на этом они свои дивиденды. Один процент, проголосовавшись за гимпу, для меня, это, например, очень хороший звоночек. Для тех, кто на ненависть строит свою политику. Да, но, как говорится, его зерно, оно очень сильно, это показывает вся наша жизнь, потому что это просто, оно перейдет к другим. Ну что, спасибо большое, Александр. Видишь, мне понравилось, как ты в середине передачи сказал, не хотелось мне говорить, но я скажу. Спасибо тебе за искренность и за то, что вот это и убеждает людей. Дорогие соотечественники, подходит к концу наша авторская программа «Позиция». У нас в гостях был Александр Стахурский, как я вам говорил, человек мудрый, бывалый, и сказал он очень и очень много верного. И мне понравилась вот эта фраза, что они, те, кто манипулирует нами, лучше знают нас, чем мы сами. Поэтому давайте научиться познавать самих себя. Давайте научиться понимать, что нами движет и чего мы хотим на самом деле. Иначе мы будем вечно заложниками, вечными заложниками наших мифов, иллюзий и фантазий. И помните, элитами движут интересы. Массами, к сожалению, в основном движут мифы, иллюзии, которые им поставляют эти самые элиты. Будьте достойны нашего божественного дара, дара мыслить и дара быть достойными людьми через это. И главное помнить одно, что правила надо соблюдать, правила, которые мы выработали и которые, без которых жить невозможно и являются залогом нашей нравственности, нашей человечности, нашей порядочности и нашей справедливости. А без этого жить и мечтать о будущем и творить его невозможно. Вечно любящий вас Виктор Иванович Борщевич. Как говорят молдаване, сыне озим дебине, шанумай дебине. Редактор субтитров Субтитры создавал DimaTorzok